Конечно, еще очень желательно участвовать на массовых мероприятиях, как ярмарки, специализированные выставки, в том случае, когда вас приглашают к участию бесплатно или за символическую плату. Такие возможности. Можно тоже еще. По-моему, самая лучшая реклама будет какой-то громкий процесс. То есть, вплоть до того, чтобы инициировать даже какие-то споры, а потом разрешать их, и чтобы журналистам стало интересно такой спор громкий. В теории, да, конечно, интересно пробуждать интерес целевой аудитории путем участия в таких громких процессах. Но иногда это вступает в конфликт с принципом конфиденциальности в медиации, согласитесь, Екатерина Николаевна. Не каждая сторона желает, чтобы о ней попала информация в публичное пространство. И вообще, в медиации, процедура камерная, закрытая, вот сам предмет, стороны, участники, лучше об этом, конечно, чтобы меньше было рекламы. В юридических услугах тоже все-таки вопрос конфиденциальности стоит. Но обычно же как происходит, что такой-то юрист помог разрешить проблему. Проблема была вот такая, то описывается проблема, и потом, что эта проблема решена. А каким образом она решена, это же мы не обговариваем. То есть, что с помощью юриста, да, все официально, все замечательно. И так, Екатерина Николаевна... Тонкости процесса не указываются. Прибегает к аналогии, которые хорошо используются в юридических услугах. В определенных случаях это неплохо срабатывает, особенно, когда приглашают специалиста по рекомендации. В рамках сарафанного радио, что называется. Я заметил в своей практике, что есть ключевые клиенты. Это не каждый клиент. Например, на один из десяти. Наверное, это социально активные люди, которые имеют большое количество контактов. Они могут работать в самых разных областях. Торговля ли, или сфера образования. Вот самые-самые разные отрасли. Но, тем не менее, почему-то по рекомендации этих клиентов, в последующем обращается 5-6 и больше человек. Проблемы примерно такие же, как у них. Например, возврат кредита в банк. Когда банк требует из-за драконовских процентов пени буквально 3 шкуры с заемщика. Помогите решить эту проблему. Вы подключаетесь, проблему-то решаете. По следам этой проблемы приходит еще множество клиентов. И не только по этой проблеме. Поэтому я из этого делаю вывод. Нужно отыскать лица, которые будут рекомендовать услуги медиатора или услуги конфликтолога, способного регулировать сложные конфликты. Кстати говоря, когда я читал литературу на английском языке, она связана как раз с супер-медиатором, называется. То есть уроки первоклассных медиаторов. Частично на нашем сайте эта статья переведена. Так там рекомендовалось, надо взращивать систему рекомендателей. Те, которые порекомендуют вас другим. В западном мире очень много рекомендаций поступают через ассоциации юристов. Все-таки там рынок юридических услуг куда более организован, чем в России. Юридические ассоциации очень прочно дружат с медиаторами. Это уже традиция, которая не первый год, далеко не первый год сложилась. Что касается участия в бизнес-ассоциациях, у меня возникает такой вопрос. Имеет ли смысл вступать в торгово-промышленные палаты? Вообще у нас в регионах довольно много ассоциаций бизнеса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, имеет ли смысл тратиться на вступительный взнос и участвовать во всех этих организациях? В каких случаях да, в каких случаях нет?